Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем под названием Зуба сегодня, ребятки, будем играть за Альпаку-Паку, да? Вот такого эльдорадного друга, понагибаем за сегодня, как говорится, за главную имбу этой игры с Зубом. Сборочками от не будем, потому что нечего брать, хотя бицушечка бы на этого друга... Ммм, как же она смотрелась бы, настолько бы он был жестким, что было бы уже страшно. А представляете, ребятки, как там играют... У нас это железодорога, а представляете, как там играют вот игроки, у которых, как бы это сказать, легендарные предметы на максимум. Просто представьте себе, максимальная херомонная, максимальная бицуха на этом персонаже. Когда он с таким набором уже, как бы, супер-мба, а тут, как бы, даже представлять страшно, что это будет. И сегодня из нового, ребятки, к сожалению, разработчики ничего не заонсировали. Да, вот так вот, не хотят, не могут, почему-то, почему не знаю, но в любом случае, во втором видео мы что-то будем качать. Кому-нибудь пятый слотик, но это уже будет во втором видео. А сейчас мы продолжаем за Альпаку просто разваливать, да, за имбу. Возможно, против нас будет парочка абузеров, которых мы жестко нагнем, но это не точно. Но хотелось бы, вот, когда берешь такую имбу, прям хочется понагибать самых жестких ребят, которые только могут. Потому что, ну, имба же. А то как-то против Нобасиков скучно немножко играть, когда ты вот за такого друга мощного играешь, которого и бонусный урон тебе, и супер-активный навык. Ну, в общем, имбовая имба, по-другому не скажешь. Но пока без бицухи, пока что. Акции, кстати, больше я не видел в магазине, по поводу, ну, вот этих легендарных предметов, да. За небольшую стоимость, к сожалению. Попробую отжать себе легендарную гранатку, нифига не получилось. Ну, как говорится, лев. Ну, кого же еще? Даже не баку и не доник, понимаете, да? Насколько сейчас обидно, вот, что могло быть нам с пирамонами промахнуться, если что. Если что. По приколу возьмем аптечку, не знаю зачем, но взяли. Кстати, у нас неплохая команда. Неплохой склад по уровню, по крайней мере. Из того, что я вижу, сразу контролем пингвина, чтобы меньше урона заносил. Но тут без шансов они играют в команду. Вот заметьте, моя команда, да? Четвером. Даже Донат тут рядом стоит, ждет. Мангуст просто, или нет, не мангуст. В засаде сидит, в общем, убийца. Так вот, правда не в Одессе сидит почему-то, но это, может быть, приобытного с ним-то нет. Ну так вот, заметьте, противники просто играли не команда, потому что они были неплохие по силе. Могли, в принципе, нам что-то, да, противоставить. Но решили так не делать. Остальная команда у нас бегает. Да, вижу противника, не вижу препятствий. Пока что закидываем урон. Еще одного противника на халяву нашли. Дон офигевшая, наверное, что я тут нашли. Иди сюда. Мы идем к нашему складу, потому что они там у них замес устроили, скорее всего, с другим складом. Ну, в общем, там противников нет, тут противников нет. Везде все поубивали. Скучно. Скучно. Где жесткие ребята, которых можно поубивать? Только тяжело хотелось бы поубивать, потому что, ну, за этого друга ты просто бегаешь, кнопки нажимаешь. Тут даже думать не нужно, что нужно делать. Просто врываешься, кнопки нажимаешь, а дальше, что по ситуации, что происходит, меняешь свои действия. Но против нас сейчас остался склад. Склад и, похоже, они только что добили доном. Похоже, они только что ее добили и, значит, сейчас где-то будет замесик вот здесь вот. Скорее всего. Только я их почему-то не вижу. Странно. Вот они же... Ага, вот они снизу. Ок. Все, врываемся. Сразу пытаемся уничтожить всех и вся. Ну, в общем, что-то я уничтожил, что-то не уничтожил. Пытаемся догнать противника. Джейд, конечно, пытается убежать, но у нее шансов тоже немного. Да, феромоны, как всегда. Вот были бы у меня феромоны всю карту, да? Ну, я имею в виду максимальной прокачки. Здесь бы я сейчас достал феромон. Ну, как ведь они у меня шестые, вроде бы, да? Или пятые даже. Дистанция не такая прямо жесткая, поэтому... И не достают так далеко, как хочется. Ну, имба-имба. Поэтому изи победка. Жаль, правда, первый склад, который мы встретили, где был 15 пингвин, он, в принципе, нас мог вытащить, развалить и все такое. Но они, блин, все разбежались. Мне интересно. А жаль. А жаль. Ну, ничего. Страшного в этом нету. Ну, мы пока что играем с кассеточкой. Вот, если была бы у меня бицухой, наверное, бы заменил, потому что, в принципе, альпаки, конечно, кассеточку хотелось бы. Но бицушка, мне кажется, даст больше этого, первых. А во-вторых, турборакеты очень жестко на альпаки сидят. Прям очень жестко. И, наверное, их бы я не менял. Хотя, если честно, вот когда смотришь, когда кассетка врывается в противник, там, блин, серебряный гранат, но... И видишь эти жесткие врывы, и видишь сколько урона влетает с одной кассетки, то сразу понимаешь, что, блин, она нужна. Она реально нужна. Но потом думаешь, а, блин, может, и без нее нормально будет. У нас же здесь дробовик, копье, все дела. Но нет, не будет, ребят. Уберение активного навыка после, ну, в воде уже, конкретно в воде. То есть у меня сандалий святого нету, но как я это сделал? Отвесняю. Сейчас, убьем сначала противника. Сначала объем противника, потом разберемся с этим моментом. Да, расскажу. Все очень просто, на самом деле. Ты просто нажимаешь копье в воду, и одновременно, ну, и после этого сразу нажимаешь активный навык, и, в принципе, этого хватает. Там ликтонаграта, нам по барабану, мы бежим за последним другом, который куда-то сюда убежал. Что, серьезно? Сту мощь я тебя не найду, да? Гений. На альпаке. Лучше бы ты дрался. На такой имбе играешь, а такой фигней страдаешь. Рассуждаем. Ну, вот так вот, ребятки. Все нашли, все убили. Все наказали. Вот он, альпак, который имбал. Так вот, что я делал? То есть, нажимаете вот так вот в воду, и при этом нажимаете сразу же, ну, как только вот нажалось, как только начало действовать копье в воду, сразу пытаетесь нажать окинав. Если вот есть кого стрелять, он выстрелит. Вот как это было только что в замесе вот здесь вот, да, когда я перепрыгивал на слона или на кого-то там еще. Спятался. Так вот, я в этот момент вот тоже прыгал в воду, и нажал сразу активный навык, и он почему-то, за счет автотаки, наверное, потому что, видите, я сейчас тоже нажимал, он сейчас не выстрелил, потому что не в каблассере. Хотя, может, в бочку пробовать? Давайте. Ага, черепах, спасибо. Дал потестить. Дробовик золотой, а может здесь эта бочка будет в воде у нас рядом. Вот, кстати, с водой рядом, давайте попробуем протестить. Вот, прыгаю в воду, и... Не доставал, не доставал, не хватало дистанции, то есть там должна включиться автотака, я так понимаю, чтобы это сработало, чтобы вы могли вот так вот сделать. То есть у вас получится преимущество в дистанции. Ну, помимо того, что перемещаетесь копьем к противнику, так и сразу можете выстрелить с него через автоатаку с активного навыка. То есть дистанция действия активного навыка за счет этого увеличивается, даже при том, что вы находитесь в воде, и, по идее, не должны использовать этот навык. Ну, вот, как-то так у меня было, но сейчас почему-то не удалось повторить, возможно, за то, что противников не было. Ну, вы там смотрите, я попытаюсь это, конечно, повторить, но не уверен, что это прям будет осознанно. Потому что на воде, ну, в общем, сложно этот момент повторить, реализовать. Это его надо захотеть на серию, ставить бота и пытаться повторить атаку, это сложно. Ну, в любом случае, сейчас опять у нас будет интересное место. Три сквада, видите, с трех сторон сопружили, правда, один сквад убежал сразу же, слабыки. А так бы можно было подраться. На какой сквад пойти, я, правда, не знаю. Копье, кстати, мимо меня пролетело. Спасибо за копье. Очень рад был пропустить серебряное копье. Ну, джейт спешила куда-то, непонятно куда, пока мы там лутали сверху. Итак, сквад у нас тут. Тут и тут. И мы как-то от них всех разбежались и как-то скучно. Ну, я побегу 16 дон и сжед ясно делать, бегать не буду. Обойдется, это джейт. Вот сейчас видели дистанция просто не хватило. Сейчас дистанция не хватило, хотя можно было попробовать такую штуку. Но тут прям огромная разница в дистанции была. У нас тут, смотрите, кстати, неплохие уровни в команде. Если честно, так посмотри, да? Жесткие прям. Золотаем. Пригодится аптечкам. Да, погнали. Лев, давай. Погнали. Погнали, красавчик. Приходится нам по краю зоны ходить, потому что противников... Вот, видите? Ага, не выстрелило. Возможно, кстати, все-таки тогда мне просто повезло. И за счет пинга это все случилось, потому что... Ну, по-другому объяснить это не могу. Видите, не работает. Не работает, хотя может опять такая же ситуация была просто странная. Лев с трубкой. Ты серьезно? Ты серьезно? На льве с трубкой? Жесть. Жесть. Ладно, погнали в центр карты, в этом не скучно. Нету противников опять. Где-то все спрятались, где-то поумирали. Непонятно, как мы всех по одному убиваем. Скучно. Во, наконец-то склад. Врываемся. Наконец-то замесик. Наконец-то хоть что-то не скучное. Бачок, дерись. Я выстрелы в никуда. Полис, понеслась. Драка до конца. Блин, на воде отталкивают. Тут акул финн 17-го уровня. Ты что такой жесткий? Сейчас мы твою жесть снимем немножко, да? Так. Акула финна каким-то чудом добиваем. Ах. Сандальный святой. Не выжил по итогу. Вот так вот, ребятки. Да, сандали святого не спасли. Ох уж эти больные животные, да? Именно так. В каждом бою они есть, они ждут, пока их убьют. Как говорится, сандали святого. Да-да, да-да. Очередной миллионный раз. Ну, если бы не они, на ком бы мы бустили рейтинг. Правильно? Правильно. Если бы не они, то нам бы приходилось сложнее поднимать рейтинг. Но, к счастью, эти гении есть. Они есть, причем к, так сказать, рейтингу 1600-1800. Наверное, даже на 1800 они тоже есть. Поэтому, ребятки, наслаждайтесь боями. Бустите рейтинг с этими гениями. Точнее, против этих гения, конечно, не с этими. С этими гениями вы врали, что вы себе забустите. Ну, вот как-то так. Но мы еще один бой сыграем, конечно. На альпаке прекрасно играть бои, прекрасные победки. Тут как бы без шансов практически для противника. Хотя может против нас выпасть сквад 20-х уровней. Ну, маловероятно. Вот когда играешь на первой неделе на 1600-1800, там уже сквады с 20-х уровней, которые, так сказать, с фулл силами, они уже повсюду. Они уже повсюду, они все разваливают. Их просто невозможно остановить. И все такое. Альпак, это опять тот альпак. И опять он убегает. И опять он кнопки не жмет. Ох уж эти альпаки, да. Ладно, мы сейчас залутаемся. Бобра мы отпустили. Нет, в принципе, не жалко его было отпустить. Как говорится, он нам не особо нужен. Главное, что мы убили этого альпаку. Второй раз подряд. Он, наверное, очень недоволен. Ну, как говорится, недоволен и ладно. Вот, кстати, видите, только что опять же пытался реализовать. В этот момент. И он сейчас опять не сработал. Но здесь уже дистанция никак не влияла. Получается, нужно раньше нажимать, чем действия копьем. Но получается так. Тогда надо будет протестировать, ребятки. То есть нажимаем сначала. Или одновременно нажать. То есть две кнопки надо будет одновременно нажать. Но это все. Это уровень уже... Это слишком высокий уровень, как по мне. Для игроков зуба они такое повторить не смогут. 99,9% да? Шучу, конечно. Все смогут, все повторят. Но просто... Немножко сложно это будет реализовать. Итак, убили мы косаточку. Поджейт плюнули. Теперь урон от нее будет неощутимый. Тут еще орел. И еще енот. Ну что тут это делаете, а? Гранатов никуда. Мое любимое. Закидываемся. Не дадим им тут никого резнуть. Потому что офигели вообще. Опять здесь енот быкует какой-то. Непонятно. Жесть. Бедный енот. Он не ожидал феромона, и они пришли. Он их просто не ожидал. Вот эти феромоны устал здесь в кустах. Думал, что сейчас он постоит, переждет нас. Но тут был я. Тут были мои феромоны. И на этом был конец. У нас, кстати, уже... Да, перезарядка еще не включилась. Стурборакет. Но я думаю, уже включилась. Ну ладно. Остался против нас один противник, к сожалению, которого я тогда отпустил. Наверное, зря. Теперь, где этим гением гонятся? Он же гений, понимаете, да? Посчитай до шести. Это не все могут. Только самые развитые... Животные. Самые развитые люди, я сказал. В игре зуба могут смочь посчитать до шести. Определить, что ты остался один против спадов. Пять человек, и нет смысла тянуть время. Но нет. Они этого не понимают, потому что они гений. Нет, есть, конечно, вариация, ребят, и затащить. Но... Но нужно же понимать, когда ты там десятый уровень против альпаки 18-го, то штанцев немного, да? На мой взгляд. Затащить бой. Ладно бы, там был бы альпака 10-й против, не знаю, какого-нибудь персонажа, который, ну... Типа тоника, вот. Типа тоника 18-го уровня. Там уже есть шансы затащить. Но там нужна местность, во-первых, у нас орел с феромонами, кстати. Нужна местность, вот, типа, вот такой, чтобы зона туда сближалась. Да, и... Ну, я просто рассказываю, как альпака могу победить тоника 18-го. Местность вот такая. Должен не самый быть скиловый тоник, и у этого альпаки 10-го уровня хотя бы должны быть феромоны. Хотя лучше, наверное, 12-го уровня, чтобы был еще... Был еще перобытный симпт. И вот тогда шансы очень достаточно высокие. Микоцеперобытный симптарсинец, ну, наиболее сильный решает, поэтому вот с перобытным симптомом можно уже затащить. В этой местности будет. За счет чего? За счет ботинка, это раз. А второе за счет, ну, сил альпаки самой, да? Ох уж этот брюсик. Плеер 50841. Жесткий, жесткий, как все остальные плееры, стандартные с отвода, играющие. Ну, вот так вот, ребятки, вот такой вот альпака. Сила, мощь, всегда прекрасный персонаж, которым ты просто бегаешь и все уничтожаешь. Но, когда-нибудь, кстати, на нем повторим немножко бусты рейтинга, потому что тогда я на нем бустил и всего лишь неделю рейтинга взял 1600. Но я уверен, что я бы дальше не прошел, потому что там без шансов, без шансов. Вроде бы ты нагибаешь, но вроде бы... Вот, я вам скажу так, по ощущениям, на 1000 рейтинга и на 1600 склады одинаковые. Вообще, то есть разницы никакой. Даже хуже становится. Вот представьте себе, они становятся даже хуже. Ну, это, конечно, просто так кажется, скорее всего, потому что противники сильнее становятся, но это не точно. Поэтому там играть в соло в командных боях практически нереально. Даже супер имб, типа краба, типа альпаки, слона там, бака. Ну, в общем, даже супер имб вам очень сложно. Поэтому вот такие дела, вот такой альпака. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте комментарии. Не болейте, не скучайте и всем пока-пока. Пока-пока.